Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Кристина Надышина. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В «Таймс Хай Эдукейшн» опубликовали результаты рейтингов лучших университетов мира. Как прошел второй этап кастинга телеведущих на Универ ТВ? Трамп или Байкер? Какие шансы у кандидатов? В здании парламента Республики Татарстан прошло 16-е заседание Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. В работе сессии принимали участие президент Татарстана Рустам Миниханов, премьер-министр Республики Алексей Песошин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. «Таймс Хай Эдукейшн» опубликовали результаты рейтингов лучших университетов мира. Какое место в этом рейтинге занят Казанский университет и каких результатов удалось достичь, расскажет наш корреспондент. Казанский университет По всем позициям мы удерживаем, собственно, как бы во всех предметных рейтингах свои позиции. Где-то, ну, на одно место туда-сюда перемещаемся. Но ресурсов у нас достаточно для того, чтобы двигаться в своих предметных областях. В предметном направлении образования Казанский федеральный университет не только сумел удержать свои позиции, но даже улучшить их на 4 пункта. В этом году по данному направлению университет занял 90-е место. Отдельно хочу поздравить тех, кто занимается и координирует работу в области эдюкейшн. Все-таки удерживать и улучшать собственные результаты и быть лидером в России – это не так просто. Казанскому федеральному университету помогают удерживать и улучшать свои позиции несколько факторов. В первую очередь это повышение качества публикаций. Второй главный фактор, который у нас продвигает третьим, это международные коллаборации. И надо сказать, что в этом году, благодаря тем системным инициативам, которые мы проводим, академическая репутация начала расти. К сожалению, не по всем направлениям КФУ удалось удержать свои позиции. Но, как отметил ректор Казанского университета, это мотивирует университет расти и кооперироваться с другими вузами. И прошу координаторов, мы все знаем, кто курирует те или иные направления, работали в тесной кооперации, во-первых, со всеми подразделениями нашего университета, прежде всего, по принципу взаимного уважения. И в то же время находили больше возможности кооперироваться с другими институтами, и как внутри нашей страны, так и за пределами. В Америке вовсю идут политические дебаты. До выборов остается меньше недели, а это означает, что кандидаты начинают активнее отстаивать свою позицию в обустройстве страны. В чем заключается предвыборная кампания и какие шансы у кандидатов, узнаете в нашем следующем сюжете. В Казанском университете состоялся очередной дискуссионный клуб, на котором эксперты обсудили предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, которые пройдут 3 ноября. Главными кандидатами на этот раз стали нынешний президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. По результатам социологических опросов, проводимых в Америке, Джо Байден сохраняет лидерство. На мой взгляд, это достаточно два странных персонажа, которые пробились в американскую элиту. В последнее время там очень много странных персонажей. Но что делать? Это выбор американского народа. И, безусловно, Россия в лице государственных органов должна строить свою внешнюю политику по отношению к Соединенным Штатам Америки. Ну а гражданское общество России должно воспринимать гражданское общество Соединенных Штатов. Тем более мы последние годы знаем, что взаимоотношения между странами и между обществами и между политическими элитами отнюдь не безоблачны. 22 октября на теледебатах кандидаты отстаивали свои взгляды на вопросы восстановления экономики в условиях коронавируса и непосредственно борьбу с этой инфекцией. Трамп говорит о необходимости либерализации экономики и снижения налогов. А Джо Байден предлагает противоположную сторону. Он предлагает повысить налоги для богатых, ну и усилить регулирование экономики. Они видят разные способы обеспечения экономического благополучия Америки. Трамп видит идеал ситуации, когда Америка является мощнейшей производящей экономической державы и на этой основе может диктовать свои условия всему остальному миру. А демократы видят ситуацию совершенно другим образом. Они считают, что Америка должна обеспечивать свое благополучие просто за счет эксплуатации своих вассалов. Еще одной острой темой стала проблема расизма. Все мы помним, как летом этого года проходили протесты на этой почве. Политологи даже утверждают, что этот конфликт может разделить Америку на две части. Чернокожие латиноамериканцы, они критикуют политику Трампа. Говорят, что она не отвечает их правам и их требованиям. Но, с другой стороны, белое население Соединенных Штатов, оно, в принципе, поддерживает политику Трампа, потому что прекрасно понимает, что если эта ситуация с чернокожим движением выйдет под контроль, то это создает проблемы для белого населения. Важной темой дебатов стали и отношения с Россией. Оба кандидата обвиняли друг друга в работе на Москву. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов через президента Путина. В ответ на это Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Есть небольшие шансы, что Трамп останется на своей должности. И про то, что говорит социология, говорят сегодня большинство экспертов, и это придет Байден. Я думаю, что, может быть, политика немножечко изменится, но она будет точно такой же жесткой, которая будет направлена на реализацию антироссийского интереса. Кандидаты выражают ясно свои позиции и, конечно, пытаются устроить из дебатов шоу, как это принято в Америке. Многие пишут, что победа за Байденом, так как он успешен в самых важных штатах – Флориде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Эти штаты дают самое большое количество голосов выборщиков. Я вот говорю, что в Америке достаточно сложная процедура голосования, двухэтапная. То есть население голосует за выборщиков, выборщики голосуют за президента. Так вот, от этих штатов самое большое количество выборщиков. И, соответственно, если самое большое количество выборщиков от этих штатов проголосует за того или иного кандидата, этот кандидат с большей вероятностью займет пусть президента. Но политики отмечают, что недооценивать Трампа не стоит. Он зарекомендовал себя как видного политического деятеля и недавно смог провести своего представителя на вакантное место Верховный суд Соединенных Штатов. И вот она, как бы, сейчас в Верховном суде будет проводить, наверное, линию, близкую к линии Трампа. А в случае, если на входе выборов возникнут какие-то, скажем так, правовые коллизии, и будут выборы оспариваться, а здесь решающее слово будет принадлежать Верховному суду. И это, кстати, очень большая победа Трампа за последнее время. Нам остается только дождаться 3 ноября, чтобы точно узнать, кто же победил на выборах. Кристина Надышина, Леонард Вильтьяров, Универ Ньюз. На телеканале Универ ТВ прошел второй этап кастинга ведущих. Давайте посмотрим, как проходил кастинг и увидим самые яркие моменты. Анастасия, вы нас слышите? Да-да, я вас слышу. Здравствуйте. Да, как там дела, Настя? Как в Северной Корее говорят, там целая космическая программа. Моментально превратиться в корреспондента с места событий, быстро придумать подводку, симпровизировать и, конечно же, рассказать о себе. Такие вот задания выполняли участники второго этапа кастинга телеведущих на Универ ТВ. Меня зовут Анастасия Попова. Мы ведем прямой эфир с Северной Кореи. Сейчас мы находимся рядом с космическим зданием. Сегодня в лифте застрял министр ЖКХ. Интересно получилось, потому что ЖКХ занимается лифтами. Оценивали их настоящие профессионалы. Артем Князев, ведущий Авторадио, ведущая радиошансон Анастасия Иванова и ведущий Бимрадио Артем Рычев. Чтобы услышать долгожданное «да», надо иметь не только приятную внешность, но и уметь грамотно говорить, следить за дикцией и быть знакомым со сценическим движением. Итоги кастинга совсем скоро появятся в официальной группе телеканала во ВКонтакте. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!